МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Сегодня в Волгограде с верой в торжество справедливости из стен СИЗО вышла незаконно осужденная онкобольная. Участковых уполномоченных сел Волгоградской области поздравили с днем образования службы и вручили ключи от новых служебных автомобилей. Почтовые конверты со штемпелем Волгограда и марками с изображением стадионов будущего футбольного чемпионата разлетаются по всему миру. Ливневые водостоки Волгограда снова не справились с обилием осадков и многие улицы города превратились в водные магистрали. Мэрия Волгограда может передать систему ливневых канализаций горводоканалу уже в начале 2016 года. Вопрос о том, кем будет финансироваться содержание ливневок, будет решаться на предприятии позднее. Пока же предпринимать какие-то действия для расчистки существующих ливневок или создания новых водосборников не планируется и обильные осадки снова и снова становятся испытанием для волгоградцев. Высота 102 сегодня проехала по разным улицам нескольких районов Волгограда и проинспектировала, как справляются с обилием воды ливневые водостоки. Большинство улиц переживало мини-потоп и со своей функцией ливневки практически не справлялись. Сегодня в Волгограде в управлении Роскомнадзора учредителям и руководителям средств массовой информации на территории Волгоградской области и Республики Калмыкия на специальном семинаре напомнили об ответственности за распространение экстремистских материалов. Журналистам разъяснили основные положения федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Ситуация с экстремистскими террористическими проявлениями доведена до предела. И хотелось бы сохранять, насколько это возможно, стабильную ситуацию в области СМИ. Жители, гости Волгоградской области, Республики Калмыкия, как и в целом жители Российской Федерации должны получать достоверную информацию без налета массовой истерии. В этом году в Волгоградской области было выявлено 78 материалов местных информационных ресурсов с признаками нарушения закона. Часть публикаций были признаны экстремистскими, и сайты, их обнародовавшие, были заблокированы и попали в реестр Российского Министерства Юстиции как запрещенные. Сегодня оправданная Волгоградским облсудом, онкобольная Ирина Ерохина покинула СИЗО номер один, где содержалась с июня. Ее встречали родные и адвокат. Накануне был отменен приговор о признании Ерохиной виновной в мошенничестве с ипотечной квартирой. Ирина Ерохина, получившая пять лет лишения свободы, должна была также выплатить 1 миллион 70 тысяч рублей в пользу потерпевшей Ольги Золотаревой, экс-участницы скандальной голодовки многодетных матерей. Однако оформлением кредита оценкой квартиры занималась целая группа лиц, в том числе и сотрудники агентства ипотечного кредитования. А Золотарева самолично подписала 19 документов, необходимых для получения кредита. Аргументы адвоката об отсутствии доказательства вины его подзащитные не были приняты, и Центральный районный суд отправил Ирину Ерохину, недавно пережившую тяжелую онкооперацию, за решетку. Решение суда было успешно обжаловано. Я вообще не спала, потому что сказали, отпустят 8, а отпустили только в 3 часа дня. Но я очень рада, что правда восторжествовала. Сегодня 92 года со дня образования в России службы участковых уполномоченных. И сегодня ключи от новых машин УАЗ «Патриот» получили 27 участковых из сел Волгоградской области. Такие автомобили высокой проходимости необходимы для работы в отдаленных населенных пунктах региона. Всего с начала года сотрудникам полиции Волгоградской области в служебное пользование было вручено почти 200 новых машин. Сегодня же в региональном главке МВД чествовали победителя областного конкурса «Народный участковый». Капитан Николай Перехожев служит на территории Приволжского сельского поселения Светлоярского района. Он уже во второй раз принимал участие в конкурсе и на этот раз одержал победу. Служба, она, как говорится, и опасная, и трудная. И люди идут на встречу, помогают. И мы им помогаем. Рада всегда помочь. Еще хочется поздравить всех коллег, всех участковых области, бывших сотрудников с праздником, желать им счастья, здоровья, благополучия семейного. Сегодня в Волгограде на главпочтамте прошло гашение почтовых марок серии Чемпионат мира по футболу 2018 в России, спортивные арены. Сегодня знаменательный день для Волгограда. Все филателисты, вы видите, здесь их много, осуществляют гашение первого дня и отправляют письма своим друзьям и корреспондентам в других городах. Сегодняшний выпуск содержит 4 марки, которые оформлены как квартблоком. На них стадионы, два стадиона в Москве, это стадион Лужники и Спартак, и стадион Фишт в Сочи, и стадион Казань-Арена в Казани. Специально для гашения был изготовлен штемпель первого дня. На оттиске изображен стадион и присутствует надпись «Чемпионат мира по футболу 2018 стадионы. Первый день». На этом все. До свидания.